Исполнение положения о родительском комитете, анализ предварительного плана работы и основные задачи деятельности родительских комитетов городских школ обсудили на заседании общественной палаты Хасаверта в Малом зале Дворца культуры «Спартак». Присутствующими была отмечена необходимость совместной работы школы и родителей в процессе воспитания и обучения детей. «Сколько я информирован, в городах, районах такого налога нет. Поэтому это своего рода институт родительского управления, образование, если так можно его назвать. Его согласовали с главой, глава подписал». Председатель общественной палаты Магомедрослушая Хмагомедов обозначил ряд задач в деятельности родительского комитета, такие как защита и представление прав и интересов обучающихся, содействия школам в проводимых ими мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. Свою позицию по данному вопросу первым высказал член общественной палаты Амар Нухов. «Нам с вами нужно понять, что отправляют детей в школу. От нас никто не снимает ответственности за наших детей, за их будущих. Она возложила ответственность на нас, именно родители. Когда появляются у учителя, которые берут часть этой ответственности на себя, мы должны радоваться. На самом деле, это такие люди, которые взяли на себя огромную ножку. Сегодня педагогической должностью занимаются именно те люди, и именно вот это категория людей, которых я называю неравнодушными людьми, которые готовы полюбить наших всех детей, как своих собственников, которые беспокоятся за всё, что они делают в школе и даже вне школы». На заседание были приглашены председатели родительских комитетов и заместители директоров по учебно-воспитательной работе городских школ, которым были зачитаны их права и обязанности о том, что родители вправе участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить предложения по его оптимизации с учётом научных и профессиональных интересов обучающихся. Докладчик по второму вопросу члена общественной палаты Дашабике Шахвазова отметила положительные результаты совместной работы педагогов и родителей школьников в образовательных учреждениях. «Из 19 школ у нас покажем одному представителю. Приятно, что 12 из них мужчины. Я надеюсь, что у нас сильная опора будет, что наши мужчины будут всегда впереди, как и всегда, и мы постараемся сделать всё, чтобы родители нашего города приняли активное участие во всех проводимых мероприятиях. Мы должны быть рядом с учителем. Я всегда говорю, с одной стороны родители, а с другой стороны учитель. И если твой ребёнка взять за руку и понести, из него получится достойное граждане нашей страны». В ходе заседания присутствующие также были ознакомлены с предварительным планом работы родительского комитета, куда входит проверка состояния спортивных залов, библиотек, проведение родительских рейдов по контролю над санитарным состоянием школы и внешнего вида обучающихся. Также программа родительского комитета заключается в проведении различных конкурсов, участии в подготовке к календарным праздникам, помощи в организации летнего лагеря в школах и во многих других направлениях, отметили общественники города.